Добрый день! Темой сегодняшней нашей беседы будет стиль барокко, а точнее говоря, баховский стиль. Я являюсь специалистом по барочному стилю, по музыке барокко, и вот об этом мы сегодня с вами поговорим. Ну, прежде всего, хочу сказать о том, что открыл для исполнительства Глен Гульд, мой любимый герой. И я буду говорить о Гульде не как о моем любимом пианисте, хотя это так, а именно о знаковой фигуре современной исполнительской культуры, потому что он открыл абсолютно новую эру исполнительства, и прежде всего исполнительства музыки Баха. В чем именно это заключается? Вот релюдия до мажора Баха. Как привыкли мы ее слышать? Тональность до мажора для барокко – это всегда тональность Благовещения, нет черных клавиш, тональность девственной чистоты, нетронутости. И сюжет Благовещения. Архангел летит к Марии сообщить ей благую весть. И вот от музыки словно бы исходит нимбической свечи, потому что музыка барокко не стесняется быть звучащей живописью. И вот появляется Гульд, который играет в 1951 году концерт в Москве. И он играет в такой вот слегка шокирующей для советского слушателя манере. Но если мы посмотрим баховский уртекст, то есть оригинальный авторский текст, то мы нигде не найдем ни слова о том, ни одного баховского указания, которое говорит о том, что эту музыку нельзя играть таким образом. И вот Гульд, это мой основной месседж сейчас вам, это был тот человек, который показал, что амплитуда толкования этого текста, она невероятно огромна. Потому что одну и ту же музыку можно видеть и как хоралл, и как танец. Еще один пример. Вот симфония ми-минор. Парит отец под куполом небесным. Боже, а сын его идет на крест. И мелкие ноты, символ святого духа. На самом деле здесь символ троица. Бог-отец, Бог-сын, Бог-святой духа. Вот Гульд со своей трактовкой. И симфония чудесным образом превращается в танец, в лур. Вот в музыке баха вообще в стиле барокко не надо бояться приплясывать. И это не мои какие-то фантазии, фантазии госпожи монастыршины. А на это есть веские основания в самом баховском тексте. Потому что если мы посмотрим на скрипичный вариант того самого концерта, который пианисты играет в тональности соль минор, а скрипачи играет в тональности ля минор. Так вот, в финале этого концерта бах, в отличие от клавирного варианта, очень подробно выписывает штрихи. Почему он не выписывает штрихи в клавирных своих сочинениях? Потому что клавир, он подразумевал и орган, и клавесин, и клавикорт. И бог знает, что еще. И каждый инструмент имеет свою артикуляционную историю. И артикуляция на органе никак не может быть подходящей для артикуляции на клавесине. Со струнами все намного ближе. И вот как раз в трунном варианте бах выписывает артикуляцию, и вот в финале какая-то артикуляция. Приплясывающая музыка. Не так, как мы привыкли это играть. А именно приплясывание. И это приплясывание, оно сразу определяет и темп для нас. Потому что, когда нам нужно выполнить все эти штрихи, мы уже не сможем играть быстро. Мы будем играть более сдержанно, это будет музыка на поводке. Опять же, средняя часть этого концерта. И дальше. И так далее. Опять же, танцевальность, которую не нужно скрывать. И если мы, например, обратимся к инвенции до мажор баха, то с одной стороны... Это может быть понято, как музыкальная Библия для детей. То, как ее понимала, например, Татьяна Петровна Николаева или Мария Вениаминовна Юдина. Два героя, как говорила Юдина. Мария, кто мне принес глагую весть, глагую весть. И архангел, теперь у нас глагую весть я. Вот вам сразу концепция интересного занятия, интересного урока. И педагогу интересно, и ребенку. Что дает подтекстовка? Вот, опять же, у певцов всегда есть помощь в виде слов. Почему вокальная фраза всегда такая естественная, такая дышащая? И почему все великие портопианные педагоги отправляли своих студентов не в класс других своих известных коллег, не в класс к известным скрипачам или виолончелистам, а именно класс вокала. Потому что вокал, голос, это единственный нерукотворный инструмент. Это тот голос, который дал нам Боженька. И он самый естественный. И откуда берется естественность человеческого голоса? Когда я пою... Для того, чтобы спеть чисто интервал квинта, я должна немножечко замедлить, сделать небольшое микро-ретарданто с последующим ускорением. Так же, как здесь. Я сейчас преувеличена, это спела. Именно показать, что интервал уменьшенной септимы требует подстройки связок. Так же, как скрипачу, нужно время для того, чтобы сыграть этот большой интервал. И вот эти микро-замедления и микро-ускорения делают фразу очень живой и дышащей. Тогда как фраза на рояле, как правило, механистичная. И как говорила Ванда Ландовская, известная польская пианистка начала 20 века, у многих даже очень хороших пианистов рояль разговаривает, звучит, но, к сожалению, не дышит. Это похоже на труп красивого человека, но все-таки труп. И вот каким образом мы, собственно говоря, можем сделать эту фразу дышащей на рояле? А мы можем представить, что звуки получаются не от нажатия клавиш, как говорил Альберт Швейцер, а от движения смычка по струнам. Как будто у нас не клавиша. И мы создаем себе вот этот дополнительный интонационный утяжелитель. Нам на рояле легко это сыграть. Нет никаких проблем. У нас готовые клавиши, готовый звукоряд. Но нам надо создать ощущение, что нам трудно не сыграть ноты, а преодолеть существующее между ними расстояние. Вот как говорит на эту тему Юрий Абрамович Пашмин, что искусство исполнительское – это всегда искусство маскировки. Когда тебе трудно, создать ощущение, что тебе легко. А когда тебе легко, создать ощущение, что тебе трудно. Первая часть фразы имеет прямое отношение к понятию виртуозности. Я всегда говорю, что есть крепкая игра, а есть настоящая виртуозность. Между этими двумя понятиями миллионы световых лет. Потому что крепкая игра – это мы просто играем черные знаки нотного текста. А виртуозность – это вот как у Марии Александровой, наша известная балерина, спросили, что для вас есть хореографическая техника. И она ответила, это когда я сижу в зале, вы смотрите на меня, я кручу 33 фуэта, а вы сидите и думаете, боже мой, так это я так тоже могу. Вот когда Рихтер играет на дикой скорости, доди с минорной, джин шапкой, сидишь и думаешь, господи, как же легко. Садишься играть сам – ничего не получается. Вот, это первая часть фразы. А вторая часть фразы имеет прямое отношение к нашему нынешнему разговору. Когда тебе легко создать впечатление, что тебе трудно. Не легко на рояле это сыграть, но я должна создать впечатление, что мне трудно. И я не просто должна сыграть эти ноты, а преодолеть расстояние, вот создать ощущение ощутимого пространства. Большинство педагогов в своей интенсионной работе, к сожалению, останавливаются на том, что я называю грунтовкой холста. Вот, деточка, приведи все звуки к единому акустическому знаменателю. Все это прекрасно. Вот я сейчас сыграла в едином акустическом столбе, и претензий у вас ко мне не может в этом отношении быть. Но с точки зрения музыкальной я не сказала ничего. Потому что есть такое понятие грунтовка холста. Хороший художник, перед тем, как начать живопись, он грунтует холст, чтобы краски лучше ложились. Точно так же, как любая женщина знает, что прежде, чем не вносить на лицо макияж, нужно положить основу, чтобы этот макияж лучше лег. Вот это... Это грунтовка холста. Это еще не интонационная работа, это еще плоское мелодическое изображение. А вот дальше нам на плоское мелодическое изображение нужно наложить рельеф. Вот каким образом мы его накладываем. Первое, что мы делаем, мы определяем интонационную точку фразы. Вот как говорил Генри Густочный Гаусс, всегда надо смотреть не на то, что остается на месте, а нужно искать то, что меняется, искать новое. Вот это... Это движение по звукам гамма. Событие. Вот этот скачок на уменьшенную септиму в инвенции р-мнор-баха. И вот это и есть интонационный узел фразы. Это то, что отличает эту тему от многих других тем. Потому что одна из основных проблем вообще барочного тематизма, собственно, как и тематизма Моцарта, Гайдна, Клименте, Кулау, это тема парики. Темы идут по одним и тем же фигурам речи. Либо по звукам трезвучия. Дальше секвенция по звукам гамма и по мажор вниз. Либо гамма. Опять же гамма. Здесь опять же трезвучия. Более того, и гармонические обороты одни и те же. Тоника, сутуинанка, доминанка, тоника. Тоническое трезвучие. И опять же, если мы не знаем, что... Вот специально играю в стык. Специально сыграла в стык. Клименте и Моцарт. Если вы не знаете, что один Моцарт такой в Клименте, вы запросто спутаете. Почему вы спутаете? Потому что здесь тема идет по звукам трезвучия. И здесь она тоже идет по звукам трезвучия и по звукам до мажорной гаммы. Все одно и то же. Очень похоже. Вот как люди того времени ходили в реках, и было важно не что нас различает, а то общее, что нас объединяет. Вот то же самое музыка 17-18 века. Это париковая музыка, это унифицированный тематизм. Почему он возник, это понятно. Потому что времени на вдохновение просто не было. Это была фабрика музыки. Почему у Гайдена 104 симфонии, а у Шуберта 9? Потому что Гайдену нужно было каждую неделю писать новую симфонию в семье Эстерхази. Почему у Баха 400 контакт? Потому что каждую неделю Бах должен был не просто написать контакту, не просто проверить, как она переписана переписчиками, но еще отрепетировать с солистами, с оркестром и с хором, и потом исполнить ее на службе воскресной вместе с прихожанами, чтобы они могли подпеть. Времени на вдохновение не было. Не было времени на уникальный тематизм. Отсюда париковость. И поскольку темы, как две капли воды, в общем-то похожи одна на другую, и в основе каждой темы лежит один и тот же гармонический оборот, тоника, доминанта, субдоминанта, доминанта, тоника, то эту унифициентность нужно каким-то образом убирать. И вот нужно найти те мельчайшие изюминки, которые отличали бы одну тему парик от другой темы парика. И вот одна из этих изюминок, когда мы работаем с антенционными утяжелителями, когда мы не просто играем ноты, а преодолеваем существующее между ними расстояние. Вот. Кроме того, вторая история, о которой я хотела сказать, это история, связанная с дыханием. Вот любой певец, если бы он это пел, кто мне принес благую весть, кто мне принес благую весть, кто мне принес благую весть. Обязательно возникают молекулы воздуха. Тогда как пианистом можно эту паску сыграть ровно, и это моментально превращается в идиотский этюд чернегермера. И вот, чтобы убрать эту этюдность, нужно создавать себе специальные аппликаторные утяжелители. Третий палец. Потом рука не боится оторвать руку от клавиатуры и перенести с третьего пальца вниз на чернегермер. И благодаря этому в музыке возникает вот это микродыхание флейтиста или певца, которые делают музыку живой и естественной. Когда мы труп красивого человека превращаем все-таки в красивого человека. Ну, идем дальше. Вот мы поговорили об амплитуде толкования баковского текста. Насколько большой она может быть. Эта тема может быть темой благовещенной. Но эта же тема может превратиться. Она может превратиться в контрданс. И из этого далеко идущие последствия. Потому что нет понятия попасть в темп. Нет понятия играть ту или иную оргаментальную завитушку. Не темп определяет концепцию, а концепция определяет темп. От того, что мы ставим во главу угла, дальше вытекает все остальное. Как говорил Глен Гульд, мой любимый герой, понятие попасть в темп является ошибочным понятием. Потому что темп это не причина, а следствие взаимодействия внутренних элементов текста. О чем он говорил? Если я играю, это как нахлебальную библию, кто мне принес благую весть, благую весть, то я это буду играть легат. Если я это играю как танец, то эти ноты я буду играть через пластическую интонацию. Там-пам. Как бы вежливо приседая. Этикетная музыка. Вот как говорил Лихачев. Важно не само слово, а его уместность для данной ситуации. И если для меня эта музыкальная библия для детей и сечет благовещение, я буду играть третий-четвертый палец. Но если мне нужно сыграть пары связанных, и здесь я буду пары связанных играть. Здесь я буду играть все совершенно иначе. У меня будет другая артикуляция, другая динамика и другой темп. Опять же, если я это мыслю как органную токкату, то это будет достаточно быстрая музыка. Но если я мыслю это как танец, то это будет совершенно другая история. Не говоря о том, что темп будет диктовать инструмент, на котором это играется. Потому что, когда я работаю в Сиднее, у меня есть возможность работать на нескольких инструментах. На органе, на клавесине и на рояле. Так вот, на рояле, на клавесине я могу это сыграть как угодно быстро. У меня нет верхнего темпового ограничителя. Но если я так сыграю на органе, это будет манная каша. Потому что орган – это продувной инструмент. И есть инерция звука 5-6 секунд. Поэтому сама по себе органная звучность она не дает разгоняться. И сразу хочу сказать по поводу темпа. Вот в каждом стиле есть своё ощущение времени. Если бы это написал Моцарт, то мы бы считали крупным тактом. Но это написал Бах. А для Баха важна мелкая пульсация. Когда все внутренние доли такта говорят от своего имени. Вот как говорит сын Баха, самый известный сын Филипп Моэл, что темп в барочной музыке определяется тремя вещами. Итальянскими терминами в начале произведения. И аллегро, вы все прекрасно об этом знаете, вовсе не означает быстро, означает весело. А даже это не медленно, а это умиротворенно, иногда скорбно. Анданте нейтрально, эмоционально нейтрально. Дальше Филипп Моэл говорит о том, что определяется аффектом произведения. Все люди того времени, которые имели дело к написанию музыки, имели, вернее, отношение к написанию музыки, они все работали в системе аффектов. И под каждый аффект была готова фигура речи. Вы хотите бурную музыку, вам нужна умиротворенная музыка, будет другая фигура речи. Много фигур не надо, потому что музыку нужно было писать достаточно быстро. Так вот, и третье, говорит Филипп Моэл Бах, что темп произведения барочных определяется мелкими длительностями, которыми написана пьеса. В данном случае это 16-е. И темповое правило гласит, что единица счета будет в длительность два раза крупнее, то есть восьмая. И дальше Филипп Моэл резюмирует. Это означает, что музыка барокко, музыка аллегра не может быть слишком быстрой, а музыка медленная адажа не может быть слишком медленной. Всё умеренно, вот точно так же, как эстетика выражения эмоций в барочных салонах. Не было принято слишком бурно выражать свои чувства. Вот то же самое. Темп, нет большой темповой амплитуды. Всё вот где-то в рамках среднего темпа. Это музыка на поводке. То есть мы не даём музыке разогнаться. И это приводит к очень интересному эффекту. К эффекту колоссальной энергийности. Потому что стиль барокко – это очень энергетичный стиль. Энергия здесь основной герой спектакля. И именно то, что мы считаем мелкими долями, пам-пам-пам-пам. Я всегда говорю своим ученикам, что здесь огромное до пространства музыки. мы должны начать пунктать задолго до того, как мы начали считать. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А только потом уже играть. И вот это работает на энергетику. Вот я приведу такую аналогию. Картина «Подсолнухи» Ван Гога. Главный герой там не «Подсолнухи», а вот тот нестерпимый желтый цвет, который на вас изливается. Сам по себе желтый цвет, как главный герой спектакля. И вот здесь главный герой спектакля – это пульсирующая энергия. У Дмитрия Бердмана есть замечательное понятие о несовпадении темпа и ритма музыкальной речи. Вот здесь темп музыкальной речи намного выше, чем ритм. Ритм сдерживает, а темп хочет вырваться. Уйти с поводка. И вот я назвала темповое правило номер один. Единица пульсации в два раза крупнее. Но есть еще очень важное темповое правило барокко. Мы смотрим не только на ноты, которыми написана пьеса, но мы смотрим на достоинства этих нот. Очень важно для барокко, что это восьмая, шестнадцатая. Вообще размер и достоинство длительности для баха и для гендера имеют куда большее значение, чем, скажем, для шопена. Мы всегда смотрим, чем написана музыка и какими длительностями. Потому что, например, здесь он мне там шестнадцатая. А вот здесь он нам пишет восьмой. Мог бы написать шестнадцатый? Мог, но он пишет восьмой. Почему он пишет восьмой? А именно потому, что он нам хочет сказать, я не хочу, чтобы вы это играли медленно. Правило гласит, чем более крупна длительность, тем более быстрым должно быть движение. И вот в этом смысле совершенно уникально вот это самая семинорная прелюдия. Потому что существует два варианта баховских хортекстов. В одном случае бах нам пишет шестнадцатый, а в другом варианте он нам вообще пишет тридцатый. Что это значит? Это значит, что это не нужно играть быстро. Чем меньше длительность, тем более сдержанный темп. Опять же, очень интересная история вот с этой прелюдиями. Девяносто процентов из вас скажут, что здесь написаны восьмые. Это у Манжелини написано восьмые. Но Манжелини это всего лишь на всего редакция. Это видение редакторам данного текста. Это не баховский текст, а его видение. Вот я напишу в свою редакцию. Это будет моя редакция, госпожа Монастыршина. У самого баха здесь стоят четверти. И это означает, бах не хочет, чтобы мы это играли медленно. Опять же, возвращаясь к финалу шестого концерта. Вечная история с дирижерами. В каком темпе мы начинаем это играть? Для меня такой темповой лакмусовой бумажкой является вторая тема. Тема бичевания Христа, музыка барокко, не стесняется прямой звукописи. И тема бичевания с пунктирным ритмом. Тридцать таре. И поэтому темп не быстрый. Вот он темп. Бах нам все пишет. Вот при всем, при том, что баховские уртексты девственно чисты, там нет практически никаких авторских указаний. Во всем ХТК только 9 темповых указаний. Из них 3 вот в этой самой двуминорной прелюдии. Но есть косвенные подсказки. Их надо просто уметь читать. Как китайские иероглифы нам, европейцам, ничего не говорят. Но если мы умеем их читать, то они скажут нам многое. И поэтому эти косвенные подсказки нам абсолютно точно говорят. И какой должен быть темп, и какая должна быть динамика, и какая должна быть артикуляция. Но вот раз уж я заиграла эту тему, то я сразу хочу попутно сказать о специфике барочного ритма. Потому что это наше глубокое заблуждение. Опять-таки мы все меряем критериями шопеновского стиля. Потому что у Шопена, у Моцарта как? Что такое проходные ноты? Нот. А навсегда эта проходная нота находится под крышкой более длинной ноты. Четверть из точек. А здесь И когда мы нашим детям задаем вопрос, скажи, пожалуйста, деточка, что тяжелее? Восьмая или шестнадцатая? Деточка говорит, конечно же, восьмая. Мы говорим, деточка, молодец. Что тяжелее? Четверть или восьмая? Деточка говорит, ну, конечно, четверть тяжелее. Молодец. Но вот эта система координат, она работает только в музыке майнстрима. В барокко прямо противоположная история. Потому что вот тема. Что здесь тяжелое? Вот как раз пунктирные ноты являются тяжелее тех, которые идут за пунктир. Потому что какая логика здесь действует? Логика смычка. Природа баховского ритма и природа баховских штрихов это струнная природа. Он сам был прекрасным скрипачом. Па-пам. Па-пам. Это энергия смычка. Смычок вверх, смычок вниз. Потому что как только мы это делаем, под крышкой длинных нот из музыки исчезает самая главная ее самость. Энергия исчезает. А мы никак не можем это подпустить. Поэтому... Поэтому это играется, во-первых, нон-легато. Точно так же, как в редакции, очень часто ставят лиги в затактовые и следующие сильные тактовые доли. Этого не может быть, потому что здесь действует логика смычка. Это все отдельные смычки. Короткие барочные смычки. И это дает музыку энергию. Потому что легато при всех его плюшках обладает одним существенным недостатком. Легато убирает из музыки энергию. А в барокко энергия главный герой. Поэтому в барокко действует правило. То, что не выписано как легатная музыка, мы легато не играем.